Ой, во рту пересох. Так разверничался. Самое страшное, что может в жизни быть, это когда друг идет на друга. Брат воюет с братом. Когда, знаешь, близкие люди отворачиваются друг от друга, ну и происходят, знаешь, вот такие вот неприятные столкновения. И сегодня я вас приветствую в подвальчике города Белгорода, в компьютерной мастерской Happy PC, и мы с вами будем наблюдать тот эксперимент, ту драму, которая шла к нам несколько дней, потому что вы только взгляните, что на этом маленьком столе, знаешь, это тот момент, когда маленький стол, а на нем огромное количество мощного железа. Ты только взгляни, ты только на это взгляни, друж. Друж, друг, вау, просто вау. Слушай, у нас два топовых мониторчика от Аурус. Я не знаю, там герцовка страшная. У нас собраны две идеальные сборки, которые полностью одинаковые. Это два клона. Причем, знаешь, что самое интересное? Эти две сборки для брата. То есть у нас полностью клоны-системники, которые предназначаются каждому из братьев. Причем один там еще тоже, вон, брат, третий лежит. Он для третьего брата чуть покруче, там 6-700 видюха. И мы сейчас провернем такую фишку. Очень интересно посмотреть. Если собрать два одинаковых системника, абсолютно идентичных, одинаково их настроить, будет ли хоть какая-то разница, я не знаю, в температурах, в производительности? То есть кто победит? Вот хочется узнать, если все же ты берешь в салон две одинаковые тачки, какая из них едет быстрее. И у нас простенькие тесты присутствуют. Мы сейчас в этом с вами будем убеждаться. Итак, Иван Павлов, вы ставите на сторону левую или на правую? Э, тут смотри, брат, есть Эник, есть Бенник. Вот, ты на Эника или на Бенника ставишь? Один в один, полностью все одинаковое. Все одинаковое, вообще, все одинаковое. То есть полностью идентичные сборки. Тогда на правую. На правую. Ванька ставит на правую. Женька, ты на левую, соответственно, правильно? Соответственно, правильно, да. Отлично. Итак, Эник и Бенник ели вареники. Смотрите, что у нас происходит? Никит, ты тоже хочешь поставить? Ну, хорошо, на кого ты ставишь? Просто тут уже всего два компа. Я нечестно, мне нельзя ставить, он собирал. Он собирал, он знает. На правую ставишь? Хорошо, Ваня и Никит на правую. Ладно, Женек, я с тобой буду на левом с тобой компе. Ну, давай посмотрим, что наш боец из себя представляет. AMD Radeon RX 6600 XT. Проц, ё-моё, 5800 X. Сколько тут цифр разных. Спасибо, что ты делаешь. У нас 2 SSD-шки на 500 гигабайт, на терабайт. Ещё 4 терабайта. Обычный жёсткий диск. Водяночка двухсекционная, Cougar, оперативки. Давай посмотрим, сколько у нас здесь присутствует. Давай-ка глянем. Оперативка у нас на 4400 работает, 16 гигов. Какая красотища. Важный момент. Посмотри сюда, наведись. У нас Родионовский драйвер стоит именно в версии... Так, где он? Вот он. Версии 21.10.05. То есть свеженький. И теперь сразу наводимся на чипах Samsung, видюшка. Наводимся сюда, на брата-близнеца, на клона. То же самое. Один в один у нас стоит. Версия 21.10.2. От 21.10.05. Там же то же самое было, да? Да. Да, слава богу. Соответственно, у нас абсолютно идентичная система и справа находится. Несколько тестов у нас сегодня будет. Их может быть миллион. Но для этого нужно миллион времени. Но у нас есть небольшой попугай от CPU-Z. То есть посмотрим, что скажет CPU-Z по нашему братцу. Кто выдаст больше поинтов. У нас есть, конечно же, Superposition Benchmark, где мы посмотрим производительность графики. У нас есть Sandbench R23, который нам покажет, знаешь, нагрузку многопоточную. Как-то себя штуковина выдерживает. Ну и зайдем в Superposition в игру. Посмотрим, в игровом формате идентичные будут или нет. Это всегда интересно, потому что, несмотря на то, что на бумаге цифры одни и те же, в руках одно и те же оборудование. Если копнуть поглубже, к сожалению, это из себя или к счастью, это из себя представляет, знаешь, огромное количество транзисторов. Которые так или иначе, то есть все кристаллы, которые для нас с вами выращивают, чтобы мы играли с вами в компьютерные игры, они получаются не одинаковыми. То есть, по сути, одна и та же видеокарта может быть абсолютно даже физически разным чипом по размерам. Потому что что-то получилось более мощное, но его взяли, обрезали, чтобы получилось. Допустим, делали, не знаю, там 6800, образно говоря. Подумали, обрежем его немножко, получилось 6600 и так далее. Это и в процессорах, и в видеокартах, везде, где мы говорим про ядро, оно присутствует. Поэтому, несмотря на то, что на цифрах в диспетчере одно и то же, на практике же что-то может отличаться. И кому-то больше везет, кому-то меньше везет. И в свое время всегда погоня идет, особенно для оверклокеров, найти самый удачный экземпляр процессора, видеокарты, либо еще что-то. Потому что, ну это, знаешь, вот как ставить рекорды. Не только от тебя зависит, а еще от того, какой тебе, насколько удачный экземпляр тебе в руку попался. Ну что, давайте не терять ни минутки. Запускаем сначала для разминочки наш CPU ID. Это первое, что я качнул быстренько. Давай, наверное, вот тут тебе будет повеселее, там удобнее смотреть. И заходим в Bench. Заходим просто этот процессор, Bench. И давай посмотрим, сколько у нас в Bench этот процессор. Давай, бахнем. И мы посмотрим, сколько у нас эта красота примерно набирает. И тут же я сделаю то же самое в этом красавчике. Посмотрим, будет ли у нас здесь, знаешь, какая-то разница. Ну-ка, ну-ка, 6505. А, ну-ка. Чего? Чего? 6700. Чего? Обалдеть, а почему? Так, все же у нас абсолютно одинаковые системы. Слушай, ну прям осуществляет. Давай посмотрим, что происходит в этот момент с частотой. С частотой на процессоре. 4,6 мы здесь держим. Сотка, под сотку загружен проц. 6700 мы выдаем. Ну-ка. Давай тут посмотрим, что у нас происходит. То есть у нас что, частота ниже или еще что? Да, ты посмотри. А здесь проц 4,45. То есть при том, что идентично были системы настроены практически. Не практически, а по факту. Биосы везде прошиты одинаковые. Везде, то есть никаких лишних процедур, ни китос не ел. Как это вообще так? Что это такое? Что это такое? Ну на факте, посмотри, у нас почему-то данный экземпляр держит 4,5. Здесь же у нас до 4,6 мы с тобой разогнались вообще без каких-либо проблем. И неудивительно, что мы получили с тобой больший результат. Но тут, конечно, интересно посмотреть именно на одинаковой частоте, что у нас получится. Сейчас попробуем сделать все-таки, чтобы они турбились-то одинаково. Иначе действительно, ну тут с такими результатами очевидно, что этот будет лучше, потому что берет большие частоты. Итак, мне нужны пруфы сборщика. Никита, скажи, пожалуйста, правда ли, что они абсолютно идентичны? Почему у нас... Я тебе больше скажу, они зашиты с одной флешки, с одного биоса и выставлены просто XMP по памяти на 4,4. Все остальное вообще не трогало. Я вообще ничего не трогал. Специально для теста ничего не трогал. Можно эти биосы даже сравнить. Я тебе верю, сенсей. Я верю тебе, сенсей. Ну что же, продолжаем тогда. Хорошо, хорошо. Потому что действительно я знал эти факты. Но меня я удивлен. Удивлен, что один решил почему-то турбиться больше, другой меньше. Счерканите в комментариях, почему вы думаете. Потому что система у нас тоже чистая, идентичная абсолютно. Давай теперь посмотрим, что касается графики. Запускаем у нас Superposition. И запустим тест производительности. Посмотрим, сколько он у нас, знаешь, в итоге выдаст. То же самое мы проворачиваем вот на этой вот замечательной штуковине. У нас еще будет шанс побороться у этого аппарата с тем в ScentBench. Но это уже, я так скажу, навеивает какие-то очень странные мысли. Я не ожидал, что прямо будет какая-то вот такая вот сразу более резкие продвижения. Хотите верьте, хотите нет. У этого, по-моему, еще водянка сильнее шумит. Нам придется все-таки, я думаю, сейчас после вот этого теста зайти в BIOS и еще раз убедиться, что одинаковые версии. Действительно все четко сброшено. Тем не менее, сейчас у нас, да, сейчас у нас пошли результаты ScentBench. Это немножко разные кары. Ну-ка. И мы увидим результат сейчас, грубо говоря, после того, как сейчас они все пройдут. И посмотрим. Здесь уже, конечно, нагрузка идет на графику. То Proc решил тут лучше там хуже себя почувствовать. Но мы не учитывали температуры. Вы должны понимать то, что здесь он, грубо говоря, был меньше, но при этом температуры могли быть ниже. То же самое наоборот. Более того, мы не учитываем, конечно, сам фактор нанесения термопасты, допустим. Несмотря на то, что это делал один человек, действительно, где-то там могло лучше прижаться, чуть хуже. Затянул и тому подобные вещи. Эти нюансы тоже могут быть. Но учитывая то, что Никитос их три штуки подряд собирал, я думаю, они должны быть. Ну, если не клоны, то прям очень-очень близко идентичные. Ты посмотри, что у нас здесь происходит. Седьмая сцена из 17. Дождемся мы теперь их все. Ну что, один есть результат, и второй на ваших глазах. Ух ты! Ух ты! 18 638 набрал очков наш правый экземпляр. В то дело, как левый решил, иди сюда, братан! 18 846. То есть, посмотри, у нас минимальный FPS 106 был, средний 140. Ну-ка, а там у нас что? На один. А там, причем, потому что средний тут, да, был меньше. И там, то есть на один реально буквально совсем чуть-чуть. Тем не менее, это достаточно напряженный тест, где 17 разных, грубо говоря, композиций. И при этом, ну, 200-200 очков мы проиграем. То есть, это плюс-минус ощутимо. При том, что как бы процесс тут заведомо должен был чуть-чуть быть похуже. Но это интересно. Удивительно, одинаковые видюхи с одинаковыми драйверами вот ведут себя чуть-чуть, но по-разному. Это мы не заходили ни в какой MSI AutoBurner, ничего не твикали. То есть, чистейший эксперимент, прям с коробки магазина, если мы про это все говорим. Давай дадим все-таки, попробуем шанс Sinebench проявить себя по процессорам. То есть, многопоток. Прям одно дело, там какие-то попугаи в CPU-Z непонятные, другое дело, реальный рендер. Реально он себя сейчас почувствует. Почему бы нам не показать, мне кажется, все-таки он еще поборется. Сейчас будет гонка. Братья, друг против друга. Кто же победит? Кто же победит? И что же мы из этого всего извлечем? Ну, слушай, да, по мультикору. Давай бахнем с тобой на счет раз, два, три, как эти кроссовки, ой, кроссовки, красотки будут бороться друг с другом. Погнали. Я нажал сюда? Это зависло вообще? Это я два раза нажал. Так, тот уже погнал, брат. Посмотри, скоростища какая. Просто, вот это я понимаю, когда у тебя огромное количество потоков, это все уделывается. Конечно, глянь, 16 потоков. И при этом интересно, да, посмотреть, какая у нас частота сейчас бьется во время этого всего теста. Ну, такая же, такая же, 4.4, он сейчас у нас плюс-минус сильно не гонит. А там давай посмотрим, что у нас происходит с процессом. 4.6 он будет или все-таки? Туда, ты посмотри, да, чуть-чуть побольше. На 0,1 ГГц он все-таки говорит, я хочу получше. Ну-ка. Очень быстро все рендерится. Конечно, на таких современных аппаратах играться, заниматься графикой в одно удовольствие. Ну и учитывайте то, что это стоит вещиться по 250 тысяч. То есть тут полмиллиона на нашем столе. Полмиллиона рублей. Ух, друзья. Ну, мониторы мы еще это не считали. Все, смотри, у нас уже есть результат. А, я в принципе могу восстановить и должен буду получить. Так. А что, 3.80? А? 3.80 Гц. Нет, да, это сток. Смотри, мы получаем 15164 поинта. 15164. И тут мы тоже можем навестись. И получаем 15560. Ну, неудивительно, грубо говоря, то, что мы все-таки здесь превосходим. Потому что, опять же, аппарат турбится, грубо говоря, с полочкой гораздо лучше. Но давайте все-таки сделаем такой тест, который... Вы скажете, что-то тут неладное, да? Давай все-таки зайдем в BIOS и посмотрим, действительно ли у нас одинаковые прошивки. Действительно ли у нас версии то же самое. Потому что это может иметь значение. Так что выходим на аппаратах в систему ввода и вывода. И посмотрим, как они настроены сами по себе. Прошивочка. BIOS. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Идем и смотрим. Версия. B550 AORUS PRO AC. F14D. Прапапапа. Идем сюда. Прапапапа. Идеально. Идентично. Температурки можете посмотреть. Что вообще происходит. Как это преработает. Но, опять же, это плавающие. Здесь единицы 37. У нас здесь, в данном случае, в BIOS показывает вольтаж 1.8. 1.8. 34. Это даже чуть-чуть похолоднее себя чувствует на текущий момент. 3.808. Здесь 3.805. Ну, очень все идентично. Прям пипец как. И теперь интересно посмотреть. Мы сейчас запускаем стресс-тест. Полный наш любимый OCCT. Вот. Как они себя будут чувствовать именно в полном стресс-тесте. То есть, эти аппараты, если задействовать все страшные инструкции этих процессов, будут колиться под 90. Не удивляйтесь. Потому что экстремальные тесты, они должны быть экстремальными. Это означает, что температура должна быть не низких. Смотри, как оба мгновенно загрузились. Я даже не успел понять, кто быстрее. Заходим, дружище, с тобой в OCCT. И сейчас напрягаем пауэр-тестом. И посмотрим, как каждый аппарат себя в этом всем чувствует. Потому что это очень важный параметр. Одно дело, мы просто там производительность на какой-то короткий промежуток времени. Другое дело, это если мы полностью тебя нагрузили. И как ты себя в этом всем ощущаешь. Пауэр-тест прям влуплю. И посмотрим частоты, видеокарты, температуру видеокарты, температуру процесса. И их, соответственно, производительность. Это тоже интересный такой вот факт. Все, левый наш аппарат погнал. Правый тоже аппарат погнал. И будем стараться вот этот вот легкий мониторинг вам делать. Дадим им буквально поработать, я думаю, ну, справедливо минутки 3-4. Чтобы они, знаешь, сбалансировали и успокоились. Потому что сейчас они такие, ух, их нагрузили. Им нужно немножко найти гармонию вот в этой нагрузке. И тогда мы получим точные результаты. Ну что, интрижка. Ой, 11 минут уже прошло. Ну и хорошо. Значит, тест получился такой насыщенный. И вы только взгляните. Давай посмотрим теперь. Вот так вот, щелкни в накладочку. Нет, давай. Температурки сначала. Посмотри, у нас, ну, по верхнему, 90,38 температура. Средняя 89,28. До свидания. И заглядывай сюда. 90,38. Просто один в один. Один в один аппараты держат температуры. И при этом мы должны понимать, что вот сейчас, если один в один, наверняка и частоты будут очень похожи. Давай зайдем на частоты, посмотрим. У нас здесь проц держит, спустя 10 минут, 4,292. А здесь, при тех же температурах, у вас 4,300, правда, естественно, это скачет у нас переменная. Но здесь побольше. То есть, примерно, вот как раз-таки на 0,1 побольше эти температуры держат. Забрать, дружище? Да, да, да. Ага. Моментик. Фу, то есть, смотрите, этот у нас все-таки уже, да, официальный, несмотря на то, что одинаковые условия держат частоты ниже. Вот как раз то, про что и мы говорили. То, что все, что выглядит одинаково, не всегда таким является изнутри. Давай посмотрим теперь, что у нас происходит с видюшкой. Тоже достаточно интересный момент. Наша RX 6600 XT держит здесь частоту 2346 МГц. Что же она у нас скажет про тут? Она держит, слушай, а тут видюха держит меньше, представь. А тут видюха говорит. Вот как раз вот эти вот все показатели, они сложились. Тут видюшка, чувствует себя что-то похуже. Тут проц себя чувствует чуть-чуть похуже. И при этом, знаешь, балансирует получается друг друга. Давай тоже по температурам, теперь мне интересно будет посмотреть. У нас, что касается температуры ирыксины, 57, вот здесь нашей. А что касается температурки ирыксины, у нас здесь, ну-ка давай взглянем. 54, ага, а тут еще и похолоднее себя видюшка чувствует. Да, вы можете сказать, у нас они стоят как-то. Ну, тут, я так скажу, поток воздуха более чем достаточный для того, чтобы условия были идентичны. И теперь, самая, знаешь, финалочка всего этого процесса. Мы много разных тестов с вами погоняли. Но теперь-то нам нужна вещь, которая напрягает и то, и другое. И мы зайдем с вами в игровой режим. То есть, по факту, посмотрим в игровом режиме. Если мы запускаем бенчмарк, где все-таки фпсик, может, на чуть-чуть, но побольше. Потому что парни-то на таких сборках играться будут. Это им и нужно знать. Заходим, запускаем. И там, и сям. Опа. И подойдем к одной и той же позиции, допустим. И посмотрим, как это все чувствует. Напоминаю, что здесь у нас абсолютно одинаковые даже мониторчики. Ну что, пойдем прогуляемся с тобой. Ну, давай вот так вот посмотрим с тобой на вот такой вот дымок. Вот встанем вот так и посмотрим. И что мы видим? У нас примерно 162, 161 кадр. Вот такая вот у нас позиция. То же самое. Здесь я иду. Такой симпатичный. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и куда-нибудь вот сюда. Так же вот примерненько и смотрю. Идентично. Ага. Ну и вот так. 161. Вот тут 162. А ну-ка, туда посмотри. 160. Да, 160. А тут 162 уже. 163. Вот как раз-таки вот этот один кадр в секунду, друзья. Ну и соответственно на фоне трудящихся Ваньки и клиента мы сможем подвести кое-какой хороший итог. Соответственно, мы когда с вами покупаем новый комплектующий в магазине, да либо бум, неважно, просто когда говорим про компьютерную технику, ой, аккуратно, Женька, получается, что своего рода играем в небольшую лотерею. То есть у вашего друга может быть один и тот же процессор, у вас может быть такой же процессор, но у вас может быть чуть-чуть послабее, либо посильнее. И это вот тот разброс, который присутствует в нашей компьютерной тематике. Учитывайте этот момент и ищите как раз-таки, знаете, наверное, лучший вариант и не удивляйтесь. Если, как знаете, бывает заходят клиенты, у моего друга в точности такая же система, но у него игра лучше идет. К сожалению, это не зависит, называется иногда от настроек, это зависит просто от того, насколько удачный сам по себе получился чип у производителя и какой он решил туда запихнуть. В свое время, вернее, не в свое время, а на определенных этапах компьютерных историй были моменты, когда производитель позволял даже, знаете, там разблокировать дополнительные ядра, за счет прошивки увеличить производительность. Это как раз те скрытые потенциалы, которые находятся в вашем компьютерном железе. И если под завершение, я могу просто вам пожелать, чтобы когда вы себе приобретали технику, у вас, знаешь, ваши чипы были самые-самые удачные. На ремонтик? Нет, вы знаете. Хорошо. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам такой вот легкий эксперимент понравился. Увидимся с вами в новых компьютерных историях. Хороших вас, мощных и крутых компьютеров. Ну и добрых пап, сыновей, братьев, сестер и друзей вокруг. Пока-пока.